Доброго времени суток, дорогие друзья! Мы видим, что сегодня достаточно серьезное падение на рынке происходит фондовом, но нас интересуют криптовалютные рынки. Мы посмотрим реакцию криптовалютного рынка на все последние события, которые развиваются на финансовых площадках. Первое, что мы можем отметить, что криптовалютный рынок достаточно устойчив сейчас к падению фондового рынка. И мы видим, несмотря на падение фондового рынка, была попытка на открытие Америки продажи в районе 200 долларов. Вот такое быстрое движение было. И это, соответственно, составляет около 3%. Но рынок быстро восстановился. Почему выкупают биткоин при всяком маломайском падении? И почему рынок идет в восходящей тенденции? Давайте разбираться сейчас вместе и посмотрим на последние новости. Первое, что мы можем видеть, что за последние сутки с 8 часов по Москве мы видим, что динамика увеличилась. Увеличилась позитивная динамика по биткоину. И она дошла до 17 баллов. Наиболее сильная новость, которая давит наверх, это, конечно, развитие криптовалютных банков, а также криптовалютных бирж. То есть, компании, которые поддерживают этот криптовалютный весь рынок. И мы видим развитие сейчас в Объединенных Арабских Эмиратов продажи токен-селлов, которые дают возможность даже такого неформального звания глобальной криптовалютной столицы мира. Последнее время действительно много размещений происходит именно в Саудовской Аравии. И этому, конечно, есть некоторые моменты, которые позитивно влияют на этот фактор. Сейчас мы не будем детально останавливаться на нем, но и посмотрим, в общем-то, в общую структуру. Но это наиболее сильный фактор сейчас. Второй – это, конечно, развитие блокчейн-систем. Мы говорили об этом вчера. Facebook. Facebook работает над криптовалютной системой, которая основывается на криптовалютной базе, на системе блокчейна. Это вот две основополагающих таких фундаментных новости. И поэтому вот сейчас, если мы посмотрим на последние шесть месяцев, продолжается вот такая тенденция. И сегодня биткоин уже пробовал даже уровень 6000, пока мы не преодолели его. Дело в том, что биткоин торгуется на разных площадках, и поэтому разные цены есть. Если вот сейчас мы попробуем, если нам удастся взять цену биткоина и посмотреть, где он торгуется, так, сейчас, биткоин, то мы увидим вот множество площадок, и цена будет на них немножко разниться. Вот в данном случае мы видим торговлю на Coinbase, Bitfinex, также Kraken, и вот активность меняется. Конечно, очень сложно сказать, где наибольший и реальный объем, но мы видим, что в последнее время Bitfinex показывает намного больше котировку, вот 6200, да, уже, а Coinbase, допустим, которая в США 5800. Вот такой большой спред существует, и мы видим, что многие индексы, такие как CoinMarketCap, также убрали из своего индекса вот котировки, именно которые на Bitfinex, потому что на Bitfinex мы видим вот такой большой спред, что не очень, конечно, радует участников рынка. Но смысл, конечно, нам не разбираться, мы, может, как-то посвятим этому другое время. Вот вы видите, тут такая активная, и Bloomberg, по которому мы также строим основные графики, берет смежную цену, в которой также Bitfinex играет очень маленькую роль. Вы видите, что сейчас индекс Bloomberg котируется на 5876, а Bitfinex 6200, да, то есть громадный спред. Но эта история достаточно такая под вопросом. Мы не будем, снова раз повторю, что не будем разбирать ее как-нибудь другой раз, но вот поэтому сейчас по, именно на всех биржах, кроме Bitfinex, вот этот уровень 6000 не преодолен, да. Ну, а на Bitfinex этот уровень преодолен. Давайте вот просто посмотрим для интереса на график. Вот сегодняшний день, да, мы видим, что мы начали уже ниже 6000 и сразу вышли в плюс. Это, я напомню, биржа Bitfinex. Вот. А на других площадках, как мы посмотрели, котировки биткоина ниже. Поэтому 6000 пока все-таки не взят. И мы смотрим, как это серьезный уровень сопротивления, который не ожидаем, что в ближайшее время возьмется. Но все позитивные новости все больше и больше накапливаются. Криптомайнинг также сейчас более популярен стал. Заказы на производство машин, так сказать, если можно сказать, для майнинга растут. Они даже, возможно, увеличатся, по некоторым сведениям, во втором полугодии. Также мы видим сильную активность институционных инвесторов, которые пытаются подкупать при каждом падении, как мы уже говорили. Мы рекомендовали вам покупать около 5000. Вот первая наша рекомендация такая была сильная на покупку. И вот сейчас мы, видите, уже прошли с того момента 50. Даже, подождите, давайте обновим. Какие 50? Уже больше, чем 50%. Вот если на текущий момент, то это где-то, да, около 50%. То есть движение больше тысячи годовых. Сейчас темп просто идет, если вот вы смотрите наши рекомендации и свою институционную стратегию также как-то придерживаетесь и синхронизируетесь с нашей. Поэтому мы продолжаем держать длинные позиции. Сила возрастает, поэтому нет никаких оснований для продажи на текущий момент биткоина. В общем-то остаемся в этой стратегии и будем смотреть, мониторить дальше. Единственный момент негативный, это вот о Bitfinex, о котором мы говорили. Тезер взаимоотношения возможно будут и дальше быть вот таким в основе расследований. Поэтому и спред вот такой высокий там получается. Это единственный момент, которого сейчас препятствует дальнейшему росту. Все в позитиве. Остаемся дальше. Будем смотреть за развитием. Ну и подумайте о тейк профите, потому что уже мы подошли к такому уровню, когда возможно может надо и подумать о тейк профите. Все-таки 6 тысяч это уже достаточно хорошая цель. Если вы конечно придерживались такой спекулятивной больше стратегии, нежели глобальной. Но посмотрим на развитие ситуации дальше. Каждые 4 часа мы обновляем ситуацию. Можете заходить в личный кабинет HighSystem.org сайт и смотреть за ситуацией. Хорошего дня, удачных инвестиций, всего наилучшего.